Отводит верхние частоты на заземление. Такая схема еще известна как фильтр нижних частот. Ее используют для удаления из аудиосигнала верхних частот, поскольку только нижние частоты будут пропущены из точку А в точку Б. Также если резистор последовательно подключить к конденсатору, то он станет регулировать время зарядки и разрядки конденсатора. Здесь уже получается так называемая резистивно-емкостная цепочка, или РС-цепь. Более подробно про РС-цепочку у меня тоже было видео на канале, можете посмотреть. При замыкании переключателя резистор ограничивает скорость, с которой конденсатор будет заряжаться от источника питания. Поскольку конденсатор в идеале обладает бесконечным сопротивлением к постоянному току, напряжение, измеренное в точке А, будет повышаться до тех пор, пока не приблизится к питающему напряжению. Это если говорить в двух словах. Ну и конечно, одним из самых важных применений резистора в электронике является делитель напряжения. То есть для того, чтобы получить из исходного напряжения в лишевую часть, используется такой делитель. Схема простая, строится на основе двух резисторов. Для понимания сразу рассмотрим на примере. Здесь на вход подаются стандартные 9 вольт, имеем два резистора. Первый на 400 Ом, второй на 500 Ом. И какое же напряжение у нас получится на выходе? Подробно я здесь рассказывать не буду, у меня тоже есть отдельное видео про делитель напряжения. Все ищите в подсказках. А рассчитывается все просто по формуле. На выходе у нас будет напряжение в 5 вольт. То есть вот так, благодаря двум резисторам из питающего напряжения в 9 вольт, мы получили необходимое нам 5 вольт, которое и дальше будем использовать в схеме. То есть это такой простой способ получить несколько различных напряжений в одной схеме, оставив при этом только один источник питания. Делитель напряжения, конечно, не подходит для подачи напряжения на мощных потребителей, вроде моторов или светодиодных лент. Но для управления, например, базой транзистора вполне самое то. Подробно про него смотрите уже в отдельном видео. Также применяются еще шунтирующие резисторы. Они используются в выключателях и могут выполнять такие функции, как ограничение скорости восстановления напряжения на контактах выключателя, ограничивать коммутационные перенапряжения при включении ненагруженных линий, или выравнивать распределение напряжения по разрывам многоразрывного выключателя. Про шунты, в общем-то, тоже видео есть на канале. Также резисторы еще используются в цепях обратной связи. Там они, например, вместе с конденсаторами могут регулировать глубину обратной связи. А вот про обратную связь, по-моему, я видео не снимал. Так что если вам интересно, напишите об этом в комментарии. Также стоит упомянуть про последовательное и параллельное соединение резисторов. Если вы видите последовательно соединенные резисторы, то легко можете определить, что на выходе у вас будет сопротивление равное сумме всех последовательно соединенных резисторов. Здесь есть даже такие правила, которые вам помогут быстро оценивать схему. Пара резисторов имеет сопротивление всегда больше, чем сопротивление резистора с большим номиналом. То есть это правило больше большего. Также если номиналы резисторов равны, то суммарное сопротивление здесь равно вдвое больше каждого номинала. А если номиналы резисторов различаются во много раз, то общее сопротивление примерно равно большему номиналу, то есть вторым резисторам можно и пренебречь. При параллельном же соединении резисторов их общее сопротивление определяется уже по такой формуле. Здесь правило уже, такие пары резисторов имеют сопротивление всегда меньше, чем сопротивление резистора с меньшим номиналом, то есть правило меньше-меньшего. Если номиналы резисторов равны, то суммальное сопротивление ровно вдвое меньше каждого номинала. И также, если номинал резисторов различается во много раз, то общее сопротивление примерно равно меньшему номиналу. То есть здесь все наоборот. Также, если вам необходимо получить какое-нибудь нестандартное сопротивление, то комбинируя последовательные параллельные соединения имеющихся у вас резисторов, можно будет его получить. Вот это, в общем-то, и основные функции резистора, которые они выполняют в схемах. Конечно, есть еще целая куча случаев, когда резистор может включаться в конкретную схему, но тут уже с каждым нужно разбираться отдельно. Пишите также в комментариях, что полезного вы еще можете сказать о резисторах. Я бы еще хотел снять видео о неисправностях резисторов, какие бывают и что с этим делать. Также могу сделать аналогичное видео про конденсаторы, которых тоже очень много в схемах, какие функции они выполняют. И еще есть интересная тема про резисторы-предохранители. Такой прямо под бит резисторов. Продолжение следует...